Здравствуйте, в эфире новости. В студии Артемия в Нью-Йорке Лиза Каймина. Вначале коротко о главном. Семейная трагедия. По подозрению в связи с группировкой ИГИЛ, арестован сын капитана полиции Бостона. Ядерная сделка неизбежна. В переговорах с Ираном практически поставлена точка, утверждают дипломаты в Вене. Бандитизм в Закарпатье. Президент Украины приказал разоружить все незаконные формирования в стране. И еврозоне быть. На экстренном саммите в Брюсселе лидеры ЕС решили спасти Грецию. На свободу с чистой совестью и телом. Мексиканская полиция обнаружила в ванной тюремной комнате вход в тоннель, по которому сбежал самый известный в стране наркобарон Хуаким Гусман обвиняется в серьезных преступлениях по обе стороны американо-мексиканской границы. Небольшой рост Хуакина Гусмана по прозвищу «Коротышка» наконец пригодился ему в полной мере. Самый опасный и безжалостный преступник 120-миллионной Мексики уже во второй раз за свою уголовную карьеру сумел выбраться из тюрьмы и находиться в бегах с минувших выходных. Гусман исчез в субботу прямо из своей камеры, а точнее из душевой кабины, где был проделан узкий тайный лаз. Он вел в тоннель протяженностью в полтора километра, который был оборудован вентиляцией и освещением. Как выяснилось по тоннелю, наркобарон даже не шел пешком, а ехал со всеми удобствами на мотоцикле. Гусмана ищет уже третий день. Масштаб его злодеяний выходит далеко за пределы страны. Побег сегодня уже прокомментировали в соседней Америке. США очень заинтересованы в том, чтобы мистер Гусман предстал перед судом. Он обвиняется по крайне серьезным уголовным статьям не только в Мексике, но и в Соединенных Штатах. Как богатейшему преступнику Мексики, а его состояние оценивается в миллиард долларов, удалось обвести вокруг пальца весь персонал тюрьмы, пока неизвестно. Среди основных версий — коррупция в рядах тюремщиков и тактика запугивания членов их семей. Сейчас власти допрашивают около 30 работников исправительного учреждения, которые могут быть связаны с организацией побега. Вероятно, здесь имел место фактор запугивания охранников и администраторов среднего звена. Он явно запугал их родственников. Для 58-летнего наркобарона, которого в Мексике называют крестным отцом наркобизнеса, этот побег не первый. В 2001 году Гусман после 10-летнего заключения сбежал из тюрьмы в фургоне с бельем. Несмотря на ширкомасштабную и продолжительную операцию, выследить и вернуть его в тюрьму удалось только спустя 13 лет. Громкий арест в Бостоне шокировал Америку не меньше, чем побег знаменитого мексиканского наркобарона. Перед судом по обвинению в связях с террористической группировкой «Исламское государство» предстанет сын капитана полиции. 23-летний Александр Сисола по кличке Али Алямрики был задержан при попытке приобретения пистолетов и ружей. В роли продавца выступил информатор ФБР под прикрытием. В ходе обыска также были обнаружены компоненты для создания самодельной бомбы. По данным источников, капитан Роберт Сисола сам сообщил ФБР об угрозе, которую представляет его сын. Это ужасная семейная трагедия. Боб – великолепный полицейский. За 25 лет он сделал блестящую карьеру. Всегда производит неизгладимое впечатление на людей. И тут такая беда в семье. Это просто ужасно. В прошлом Сисола-младший проходил курс лечения в психиатрической клинике. По предварительным данным, он собирался покинуть штат Массачусетс и совершить теракт за его пределами. Сисола арестовали 4 июля, в День независимости США. Представители спецслужб на прошлой неделе заявили, что связанные с ИГИЛом террористы планировали атаки на территории США именно в этот день. За последний месяц в стране были арестованы 10 человек, связанных с ИГИЛом. Ядерная сделка с Ираном неизбежна, утверждают источники, близкие к переговорам в столице Австрии. Консультации все еще продолжаются, но, судя по всему, представители Тегерана и шестерки переговорщиков дорабатывают последние детали договора об условиях снятия санкций. США и Иран устраняют последние разногласия, касающиеся графика отмены. Вашингтон настаивает на том, чтобы оружейные эмбарго и ограничения на торговлю баллистическими ракетами были сняты не раньше, чем через 10-15 лет, и только в случае полного выполнения Ираном всех условий договора. Нефтяные трейдеры уже не сомневаются, что стороны в итоге договорятся, нефть начала дешеветь. Тему продолжит Валерий Кипелов. Мировой сырьевой рынок опережает новости из Вены. Долгожданная сделка между Ираном и шестеркой западных переговорщиков еще официально не подтверждена, но цены на американскую сырую нефть в понедельник упали сразу на 1,6% до 52 долларов за баррель. В целом за три недели стоимость топлива снизилась почти на 10 долларов. И это лишь начало, отмечают эксперты. На сегодняшний день Исламская республика добывает 2 миллиона 700 тысяч баррелей нефти в день, из которых на экспорт идет 1 миллион. В случае снятия западом торговых ограничений экспорт может вырасти вдвое. Учитывая тот факт, что в иранских резервуарах сейчас охранятся порядка 30 миллионов баррелей резервной нефти, готовой к отправке, мировой рынок углеводородов, скорее всего, ожидает перенасыщения и обвал цен. Это, в частности, выгодно экономикам США и Европы и совсем невыгодно России. Впрочем, ситуация изменится не сразу. Реалистично. Даже если соглашение будет подписано очень скоро, проверка того, как Иран выполняет все условия этого соглашения, может занять несколько месяцев. Поэтому не думаю, что рыночные потрясения произойдут раньше 2016 года. Западные нефтедобытчики тем временем потирают руки в ожидании гигантских прибылей. В иранские месторождения уже готовы инвестировать такие компании, как Royal Dutch Shell и Total. Энергетический потенциал Ирана – золотое дно. На территории государства, по подтвержденным данным, не менее 9% мировых запасов нефти и 18% природного газа. Причем, если в рейтинге нефтяных держав Иран занимает четвертое место после Венесуэлы, Саудовской Аравии и Канады, то в газовой сфере Тегеран уступает лишь Москве. Дело за малым. Найти, наконец, компромисс с США, Великобританией, Францией, Германией, Россией и Китаем. Крайний срок подписания документа за последние две недели откладывался трижды. Власти Китая считают, что никакой договор не может быть идеальным. Однако условия для заключения хорошего соглашения уже созданы. Запад вот уже 12 лет добивается неограниченного доступа к иранским ядерным объектам. Иран взамен получает избавление от болезненных санкций, в том числе оружейного эмбарго. Торг по договору продолжается. Политологи не делают категоричных прогнозов. Однако вероятность заключения исторической сделки на этой неделе высока. В Израиле отложенный дедлайн назвали лишь временной передышкой. Иерусалим уверен, что любое соглашение с режимом Айтол опасно для всего мира. Премьер-министр Нитанягу пообещал, что Израиль не позволит Исламской Республике стать ядерной державой. В любом случае мы не брали на себя обязательств не допустить подписания соглашения. При этом мы взяли на себя обязательства не допустить получения Ираном ядерного оружия. Сегодня наше стремление помешать Ирану получить ядерное оружие сильно как никогда. Я призываю всех, кому дорога безопасность Израиля, объединиться в этом стремлении. Нитанягу обращается к Западу на английском, а к Ирану на фарси. Израильский премьер открыл официальный твиттер-аккаунт на персидском. Всего за два часа на микроблок Нитанягу подписались около 600 читателей. Он отправил всего два твита и получил в ответ сотни оскорблений. Израильский премьер написал следующее. Продолжающиеся попытки компромисса с Ираном проложили ему путь к атомной бомбе. И вдобавок им дают миллиарды долларов на терроризм и военное вторжение. В ответ израильскому лидеру предложили выколоть себе глаза. Причем это была одна из самых мягких реакций. В Иерусалиме пояснили, что Нитанягу пытается убедить рядовых иранцев в том, что они проиграют от сделки с Западом. Чем меньше режим боится давления извне, тем сильнее будут его репрессии против собственного народа, утверждает Нитанягу в твиттере на Фарси. В столице США сегодня принимали главу правительства Украины. Арсений Яценюк прибыл для участия в первом саммите между Вашингтоном и Киевом по вопросам инвестиций. Госсекретарь Джон Кири на встречу с Яценюком не прилетел. Он безвылазно находится в Вене на переговорах с Ираном, избегая лишних авиаперелетов из-за тяжелого перелома ноги. В результате украинского премьера принимал заместитель Кири. Энтони Блинкен заявил, что США рады возможности делового сотрудничества с Украиной и приветствовали усилия украинских властей по борьбе с коррупцией. Экстраординарные усилия премьер-министра и президента Порошенко в деле продвижения Украины по пути реформ, финансовых, экономических и политических, особенно с учетом невероятно сложной ситуации, в которой они оказались, заслужили восхищение администрации американского народа. Мы всецело поддерживаем Украину, стоящую перед лицом серьезнейших вызовов. Думаю, поддержка Украины и Минских соглашений ведет нас к успеху. Это новая страница в наших двусторонних отношениях. На сегодняшний день это первый инвестиционный саммит между Украиной и Соединенными Штатами. Так что американский народ поддерживает народ Украины, и мы боремся за свободы и за весь свободный мир вместе с нашими американскими друзьями. Мы благодарим администрацию США, Белый дом и Сенат за поддержку украинского народа. В нашей борьбе за светлое будущее. Спасибо. Президент Украины сегодня распорядился разоружить все незаконные вооруженные формирования в стране. Об этом он сказал на заседании военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны, на котором обсуждался конфликт в закарпатском городе Мукачево. По словам Порошенко, суд конфликта в перераспределении потоков контрабанды. Напомню, в Мукачево произошли столкновения правого сектора с милицией. Кто первым открыл стрельбу, неясно до сих пор. Порошенко заявил, что контрабандисты Закарпатии обросили вызов всей Украине, и он этот вызов принимает. Далее цитата. «Как только мы начали зажимать гайки, сразу вся эта нечисть повыскакивала», заявил Порошенко. Сторонники правого сектора разбили палаточные городки сразу в нескольких украинских городах и требуют отставки ряда чиновников. За развитием ситуации следит корреспондент Артевяев Киеве Виталий Школьный. Слава нации! Слава нации! Утренние построения и революционные лозунги. Так день начинают протестующие у администрации президента. Правый сектор в правительственном квартале установил палатки, подготовил дрова и организовал полевую кухню. Командир одного из батальонов рассказывает съемочной группе Артевиай. Они не сдвинутся с места до тех пор, пока руководство страны не выполнит их требования. Главным образом речь идет об отставках силовиков и судей. Особенно остро стоит вопрос с министром внутренних дел. Если просто поменять министра, ничего не изменится моментально. Нужно менять систему. Власть должна это понимать и идти нам навстречу. Эта власть должна наконец закончить революцию. Закончить формирование настоящего украинского государства. Все эти годы мы жили в состоянии внутренней оккупации. Теперь и внешней оккупации. Протест правого сектора стал следствием субботней стрельбы в городе Мукачево Закарпатской области. По версии бойцов, они патрулировали границу с Венгрией и Словакией и не пропускали контрабанду в страны ЕС. Потоки нелегальных товаров, по их словам, контролирует народный депутат Михаил Ланё. Его люди первыми открыли огонь по правому сектору и смертельно ранили одного из бойцов. На помощь людям Ланё пришла милиция. В результате еще одной перестрелки погибли двое, полтора десятка раненых. Радикалы из гранатомёта расстреляли заправку и забаррикадировались в одном из зданий. Оборону держат до сих пор. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по блокированию и задержанию преступников, которые ранили жителя города Мукачево. А также во время попытки задержания расстреляли две служебные машины милиции и ранили трех стражей порядка. Они называют себя военно-политическим движением, действуют под лозунгом защиты национальных интересов Украины. Бойцы правого сектора имеют право использовать оружие исключительно в зоне антитеррористической операции в Донбассе. Но обязательства выполняются не всегда. Прямое столкновение с силами правопорядка в Мукачево только начало. Правый сектор выставляет мобильные блокпосты на дорогах, ведущих в Закарпатье. Таким образом, вооруженные активисты националистического движения ограничивают переброску подкрепления для милиции и нацгвардии. В ночь на понедельник во многих больших городах страны образовались палаточные городки. Общественное мнение на стороне мятежного батальона. Украинцев разгневала позиция силовиков, которые фактически оказались на стороне контрабандистов. Ситуация, которая сейчас сложилась, крайне опасна для всей страны. С одной стороны, общество стало свидетелем безнаказанности злоумышленников и правый сектор в глазах украинцев сейчас герои. А с другой стороны, государство утратило исключительное право на насилие и правосудие. Политолог Вадим Карасев сложившуюся ситуацию называет критической для государства. Фактически, это такой фальстарт будущего, возможного будущего военного пути. И государство должно в полном объеме восстановить монополию на принуждение или монополию на силу. Если государство это не сделает, то у каждой партии будет соблазн создавать свой вооруженный отряд, превращаться в военно-политическое движение, шантажировать власть, выдвигать эти ультиматумы и решать любой спор от коммерческого до политического с помощью своих вооруженных отрядов. Судя по всему, правительство осознает опасность. Переговоры с лидером красно-черных Дмитрием Ярошем ведет сам президент Петр Порошенко. Все руководство таможни Закарпатья уволено, расследует деятельность правоохранительных органов. Теперь основная задача успокоить и, главное, разоружить правый сектор, который уже планирует народное вече на многострадальном Киевском Майдане. Ситуацию на Западе Украины политологи назвали вторым фронтом. И если линию огня в Донбассе можно объяснить участием России, то европейским и американским партнерам сложно понять, почему боевые действия вдруг вспыхнули в 40 километрах от границы с Евросоюзом. Эта ситуация может стать еще одним аргументом против безвизового режима с Украиной. Виталий Школьный, Дмитрий Клименко, РТВА, Киев. Вы смотрите новости на канале РТВА и далее в эфире. В борьбу за Белый дом вступил еще один, вот уже 15-й по счету республиканец. И титул Мисс Америка уехал в Оклахому. Все это через пару минут на канале РТВА. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова